Добрый вечер, в эфире Чиста Ньюс, в студии Валерий Житков и Евгений Кашевой. И сразу начнем с шокирующей новости. Гривна продолжает укрепляться. Дошло до того, что Нацбанку приходится оправдываться, почему это происходит. Официальная причина звучит так. Активизация иностранных инвестиций, стабильный экспорт и спокойствие на валютном рынке. Хотя нам кажется, что эту ситуацию можно описать двумя словами. Скоро выборы. Чем ближе к выборам, тем активнее становятся наши правоохранительные органы. За месяц до выборов Генпрокуратура заводит уголовное дело о возможной государственной измене главы Политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Напомним, что Медведчук адвокат и по закону может защищать себя сам. Но наверняка ему придется искать другого адвоката. Такого дорогого адвоката, как Медведчук, даже Медведчук себе позволить не может. Помимо этого, Государственное бюро расследований возбуждает уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко. Его обвиняют в распродаже военного имущества в течение 2005 года, когда он был министром обороны. 14 лет руки не доходили, а вот сейчас прям приспичило. Помимо этого, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Гриценко могут обвинить еще и в госизмене. Весьма популярное сейчас обвинение. Хочется заметить, что все решения об отчуждении военной техники и имущества принимаются кабинетом министров, членом которого в 2005 году, кстати, был сам Юрий Луценко. Все это проходило на глазах главы СНБО Петра Порошенко и верховного главнокомандующего Виктора Ющенко. Так что, если дело все-таки дойдет до суда, то, как в известном фильме, сядут усе. Помимо этого, в Украине неожиданно заработал единый государственный реестр коррупционеров. Новость звучит неоднозначно. То ли коррупционеров пытаются легализовать, то ли произвести их перепись. В том, что это произошло именно сейчас, есть определенная логика. Ведь 3 февраля закончился прием документов и деклараций кандидатов. То есть ждали, пока вскроются все. Итак, на данный момент зарегистрировано 34 кандидата в президенты. К слову, одним из последних документы подал Петр Порошенко. Все-таки Петр Алексеевич, конечно, кремень. Вот до последнего хранил для всех украинцев надежду, ну, интригу. Предшественник хранителя интриг Виктор Федорович Янукович провел в Москве пресс-конференцию. Как было указано в пресс-релизе, тема конференции – актуальные вопросы украинской политики. Таким образом, неактуальный президент два часа говорил об актуальных проблемах нашей страны. Самой яркой мыслью его выступления была фраза о том, что в 2014 году представители ЕС кинули его как лоха. Если Виктор Федорович когда-нибудь решит вернуться в украинскую политику, то его сторонники готовы выйти с лозунгом «Без лоха и жизнь плоха». От одного блатного перейдем к другому. Это не наши слова, он сам себя так назвал. Во время поездки в поезде Киев-Запорожье Олег Валерьевич Ляшко интересовался у проводника, есть ли в вагоне блатные, кроме него. Я так понимаю, что асфальт на дорогах закончился, и Олег Валерьевич пересел с ляшкобуса в ляшковагон. Сначала Олег Валерьевич просто пил чай, а потом начал угрожать другим пассажирам. Знаете, после фразы Ляшко «я и сверху, и снизу могу», по слухам, весь вагон на всякий случай не спал. Продолжим. Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супруну исполнять обязанности министра здравоохранения. Возможной причиной такого решения стало то, что она выступала за легализацию применения марихуаны в медицинских и научных целях. Но мы уверены, что она не виновата, ей эту идею подбросили. В начале сезона мы анонсировали, что будем следить за всеми гадостями и небылицами, которые оппоненты придумывают о Владимире Зеленске. Мы даже выберем лучший из них. Так вот, недавно в борьбу за первое место включилась представитель президента в парламенте Ирина Луценко. Давайте послушаем. Он является российским пропагандистом. Я беру на себя смелость так заявлять, потому что он получил 35 миллионов рублей от Министерства культуры России, за пропагандистский фильм, который он снимал про похороны Порошенко. Так вот, фильм, о котором говорит Ирина, на самом деле двухминутный анонс к новому сезону сериала «Слуга народа». И в этом ролике действительно были похороны коррупционера. Обобщенного образа чиновника, который подписал невыгодные газовые контракты, 9 раз переходил из фракции в фракцию, крышевал игорный бизнес. А вот почему Ирина Луценко нашла сходство со своим боссом, это уже вопрос исключительно к ней. Возможно, Ирина знает больше, чем мы. Что ж, спасибо Ирине. Мы напоминаем, что конкурс продолжается. До выборов осталось меньше двух месяцев. Так что, уважаемые политики, поднажмите, соберитесь, вы способны на большее. На этом у нас все. Ну, а вообще, все только начинается. До встречи завтра вечером, сразу после выпуска ТСН. Пока, до свидания.